Дорогие друзья! Дорогие друзья, сейчас не переключайте свои телевизоры, так как вам предстоит особенная встреча. У нас в студии очень особенный гость из очень особенной страны, Украины, которая раньше являлась частью Великого Советского Союза, Советской империи. И может быть кто-то из вас его уже знает, пастор Сандей Аделаджа. Я правильно произнес вашу фамилию? Да, абсолютно. Он участвовал в программе «Славьте Господа» несколько недель назад, по-моему, из Майами. Да, из Майами, это было в августе. А несколько дней назад отсюда, отсюда я пропустил. Буквально несколько дней назад. Да, это интервью я пропустил. Итак, дорогие телезрители, если бы вы могли протянуть свою руку сквозь телевизор, то я думаю, вы бы присоединились к моему рукопожатию и приветствию пастора Сандея. Спасибо, что оказали мне честь. Это привилегия для меня быть с вами в этой студии. Да, для нас это такая же большая радость. Я просто... Когда я смотрел ваше первое интервью, которое вы дали в Майами, и то, как Бог наполняет своим словом всю Украину и другие страны, и, конечно, хотелось бы об этом побольше услышать сегодня. Так вот, когда я это услышал, я просто возликовал внутри, потому что ваша церковь фактически является самой большой в Европе. В Европе, да, самая большая. А сколько человек посещают ваше богослужение? Наша церковь насчитывает более 20 тысяч человек. Но это не просто те, кто посещают церковь, а те, кто ходят на домашние группы, то есть серьезные. Вот таких у нас 20 тысяч. И это в бывшем Советском Союзе. Это невероятно. Да, это чудо. Там, где была империя зла раньше. Да. А теперь Бог все это повернул, и даже без кровопролитных... А знаете, почему это так сильно коснулось вашего духа? Это потому, что вы очень много служите по всему миру. И, кстати говоря, в Украине тоже. Да, да, я знаю. Над вашей страной у нас большой спутник Хатборд. Так вот, как только я вас увидел, я сразу позвонил в мой офис и сказал, «Разыщите мне этого пастора с Украины и выясните, имеет ли он свои телевизионные передачи. Если да, то нам нужно пустить их в эфир со спутника Хатборд, который покрывает всю Европу, а также дать это в эфир на русский спутник и на африканский, потому что родом вы вообще из Нигерии. Да. Вы родом из Нигерии? Да, в Нигерии. И буквально несколько слов хотелось бы услышать о вашем имени. Сандей. Так как оно очень уж подходит для имени пастора. Наверное, здесь кроется какая-то история. Да. Итак, как же вам дали такое имя, Сандей? Главным образом это произошло из-за того, что я родился в воскресенье, по-английски «сандэй». Мне могли дать и другое имя, но просто когда я должен был родиться, была одна ситуация, которая повлияла на мое имя. Дело в том, что я родился без отца, то есть у меня был отец, но он, как это часто бывает, оказался не очень ответственным человеком. Поэтому родители моей мамы забрали ее от отца, когда она была беременна мной, и сказали этому парню, «Если ты не возьмешь ответственность за ребенка, тогда мы просто посвятим его Богу, и Бог позаботится о нем». И поэтому они назвали меня Сандей, чтобы я служил Богу. Какое замечательное имя для пастора. Пастор Сандей, можно еще один короткий вопрос? Вот Украина. Много ли мусульман живет в Украине? Да. В юго-восточной части Украины, в Крыму, у нас много мусульман. Вы знаете, что впечатляет меня, так это то, как драгоценный мусульманский народ реагирует на наши передачи и задает много интересных вопросов о нашей вере, о христианской вере. Но я постоянно всем говорю, что мы никогда не можем заставить человека стать христианином. Или можем? Нет. Это решение должно прийти добровольно. Да, это должен быть их выбор. В разговоре с нашими мусульманскими друзьями я говорю им, что я не против них. Мы любим их. Очень, очень сильно любим их. Иисус любит их. Он умер за ними. Я даже пошел и купил себе Коран. И теперь я им говорю, я взялся читать ваш Коран. И я бросаю вам вызов начать читать мою Библию. Потом я им постоянно говорю, давайте не будем стрелять друг в друга. Моя Библия говорит, тогда придите и рассудим. Да, да, да. И знаете что? Я нахожу некоторые вещи в Коране, которые мне нравятся. Например, я уже говорил об этом раньше. Видите, все места, которые я отметил? На одной из передач мы вернемся к нашим мини-библейским урокам и нашим мини-урокам Корана здесь. Но пророк Мухаммед сказал, что Иисус был рожден от Девы. В Коране? Да. И это согласовывается с Библией. Мне нравится это. Есть много вещей, с которыми я согласен. И мы не против Корана или мусульманской религии, или мусульман. Мы любим их всем нашим сердцем. И мы сейчас обращаемся прямо к вам. Давайте поговорим. Давайте будем рассуждать вместе. Вот то, о чем я говорю. И позвольте мне просто прочитать, перед тем, как мы... И у меня так много всего, о чем я хочу вас спросить, пастор Сандей. И у меня вообще-то здесь даже ваше письмо есть, и я прочитаю его частично через некоторое время. Но посмотрите, откуда эти электронные письма приходят. Саудовская Аравия. Они смотрят ТБН? Да, да. Приветствую вас во имя Иисуса Христа. Я благодарю Бога заслужение, которое Он доверил вам. Я один из тысяч верующих здесь, в Саудовской Аравии, тех, которые смотрят ваши программы по ТБН. Вы знаете, в Америке у нас есть иногда такое неправильное представление, что в этих странах Ближнего Востока нет ни одного верующего. Но они там есть, не так ли? Они там на самом деле есть. О, аллилуйя! Один из тех тысяч верующих здесь, в Саудовской Аравии, которые смотрят ваши программы по ТБН через спутниковую антенну. Я молюсь, чтобы Господь продолжал благословлять всех вас на ТБН, и чтобы Слово Божие через вас было проповедано по всем народам ваш брат во Христе. И мы никогда не называем имена авторов писем, которые приходят к нам со стран Ближнего Востока. Вы знаете, это же произошло и с Россией тоже. Мы долгое время не знали о том Божьем движении, которое там происходило. И с арабскими странами, я думаю, происходит нечто подобное. Аминь. Бог поместил меня туда, в Россию, еще до того, как железный занавес упал. Так что Бог поместил своих людей и там тоже. Аминь, аминь. Есть очень важный вопрос, к которому я перейду вот уже через несколько минут. Я не буду все читать. Может быть, только прочту одну или две строчки. Это из Ирана. Здравствуйте. Меня зовут... Я из Ирана. Я смотрю ТБН каждый день. Я очень люблю этот замечательный телеканал. Я хотел бы узнать больше об Иисусе Христе и о спасительной вере. Спасибо тебе, Господь. Вы представляете? Из Ирана. Спасибо, Иисус. Если это возможно, не могли бы вы выслать мне некоторую литературу, которая поможет мне возрастать в вере? Я знаю персидский, армянский и английский. То есть, вы можете мне выслать литературу на любом из этих языков. И еще, если у вас есть радиопрограмма, или вы знаете о каких-либо радиопрограммах на этих языках, то, пожалуйста, дайте мне знать. Да, мы уже послали ей литературу. Почти все просят Библии. И также здесь есть еще одно письмо. О, послушайте, вот это. Послушайте. Из Ливии. Да вы что? Ливия. Пастор, ваше вещание покрывает весь этот регион, включая Ливию. О, да, весь Ближний Восток, весь Ближний Восток. Давайте я расскажу вам одну смешную вещь. И даже не скажу, из какой это страны, но один брат написал мне из одной из стран Среднего Востока и говорит, знаете, технически это противозаконно для нас иметь маленькие антенны-тарелки. Но он сказал, знаете что? Если полиция начнет арестовывать всех, у кого такие тарелки, то им придется арестовать всю страну, потому что здесь у всех такие тарелки. Они не могут остановить. Ваши проповеди, пастор Сандей, ваши проповеди будут транслироваться на Средний Восток и в Африку, на весь мир. И знаете что? Невероятно. Ваша двадцатитысячная церковь теперь станет маленькой. Да. По сравнению с церковью без стен. У телевизионной церкви нет стен. О, эти мысли меня безумно радуют. Послушайте, из Ливии. Привет. Меня зовут так-то и так-то. Мне 18 лет. И я живу в Ливии, на севере Африки. Пишу вам, чтобы поблагодарить за вашу удивительную работу. Спасибо, ТБН. Я принял Иисуса Христа в свое сердце. Спасибо, Господь Иисус. Мне нравятся абсолютно все ваши программы. Каждая из них чем-то особенно вдохновляет и пожилых, и молодых. Пусть Бог благословит вас всех. Мы живем в мусульманской стране, и здесь не так легко, как вам выражать свою веру и убеждения. Но благодарение Богу по всей нашей стране сейчас поднимаются церкви. Вы слышали это? О, мой Господь. В Ливии церкви поднимаются по всей стране. Спасибо, Господь Иисус. Это что, последнее время или что? Точно, что последнее время. О, Господь, есть еще письма, но у меня просто уже нет времени читать их всех. Китай открывается сейчас. Двери уже наполовину открыты в Китае. Продолжайте молиться. Продолжайте молиться. Мы не будем отдыхать до тех пор, пока каждый из одного миллиарда и трехсот миллионов китайцев не услышит Евангелие. Но мы высылаем открытки тем, кто пишет нам из Китая. Кувейт. Послушайте. Не могу даже понять, как я к этому пришел. Но что важно, так это то, что Бог отвечает на мои молитвы через это. Я прочитал или повторил вашу молитву покаяния. Я буквально рыдал от радости, чувствуя, что я начинаю снова приобретать духовную силу. Я живу здесь, в мусульманской стране, и прохожу через ужаснейшее духовное сражение. И каждый день моя жизнь — это борьба из-за целого ряда причин. Я устал эмоционально, но, слава Господу, я нашел ваш телеканал. Не могли бы вы прислать мне некоторой духовной литературы? Это будет большая помощь для меня. Здесь нам даже не разрешают посещать богослужения, но Иисус. Да, таких писем так много. Было еще одно. Я должен его прочитать. Его прислали из Нигерии для вас. О, это с моей родины. Меня зовут... Вы знаете, как это произнести? Да, Нонсо Малуку. Окей? Я пишу вам с Нигерии и хочу выразить всю мою благодарность и благословение всей вашей команде телеканала ТБН за огромнейший вклад, который вы делаете в Нигерию. Вы приближаете нас к Богу через ваши программы и телетрансляции. Я хочу поблагодарить вас особенно за то, что именно благодаря одной из ваших телепрограмм я отдал свою жизнь моему Создателю. Используя материалы ваших передач и проповеди, которые я услышал по ТБН, я теперь проповедую другим, и они также спасаются. Да, нигерийцы очень усердные. Он стал уже фактически мини-миссионером, мини-евангелистом. Да, конечно, пусть Бог благословит вас. Моя проблема заключается в том, что мне нужно духовно вырасти, поэтому, пожалуйста, вышлите мне экземпляр Библии. И еще я сказал моему другу, который также принял Иисуса, что вы Ему тоже можете выслать. Да, мы высылаем Библии, я думаю, что их уже выслали. Итак, из вашей страны Нигерии. А какой это штат? Штат Аннамбра. Вы знаете, где он находится? Да, конечно. Это на севере или юге? Это один из южных штатов Нигерии. Южный штат Нигерии. О, да, хорошо. Мне нужно останавливаться уже. Конечно, можно было бы продолжать еще долго, хоть до конца передачи. Да, я понимаю вас, это просто восхитительно, то, что Господь делает. Да, да. Ну, а теперь ваше письмо мне. И оно как раз поможет мне задать вам правильные вопросы. Вообще-то вы адресовали это письмо мистеру Хэнку, нашему молодому специалисту, который ответственный за эфир наших программ. Итак, вы пишете. Спасибо, что вы постараетесь передать это письмо доктору Краучу. Я рассказал нашей церкви, когда присутствующих было около 15 тысяч человек, о том, что вы предоставили нам такую возможность начать транслировать наши передачи через Тибер на всю Европу, Россию и, скорее всего, Африку. Вся церковь была просто в восторге от этих новостей. Они были так рады. Вам нужно было это увидеть. У нас есть кассеты техслужений. Может быть, мы вам потом покажем это на видео. То есть, все были просто в восторге. Людям было трудно сразу в это поверить. Я им рассказал, что я лично никогда не встречался с доктором Краучем. Он увидел меня по телевидению, услышал о том, что Бог делает в стране бывшего Советского Союза. И даже не встречаясь со мной, решил предоставить мне такую удивительную возможность бесплатного эфира на Тибиэн. То есть, не за деньги, а только ради того, чтобы Евангелие распространялось. Это невероятно. Если вы не возражаете, перед тем, как мы продолжим, я кое-что принес с собой, что-то символическое. Да, пожалуйста. И вы, наверное, знаете, кто этот человек. Почему я его принес сюда, это потому, что он выглядит, как один из царей России. Да, вы узнали его. Это последний царь Российской империи. Последний царь России. И почему я его принес вам? И вам, именно вам. И я сейчас обращаюсь к вам не только как пастор Сен-Дей, но как представитель народов мира и представитель всех тех чудесных людей, которых вы никогда не встречали. Но вы встретите их однажды на небесах. Я один из них. Один из многих тысяч людей народов Европы и других континентов мира. Сказано, что они почтут Бога и принесут Ему жертву хвалы в Иерусалиме. Это есть символ обращения народов к духовке.